Итак, меня зовут Ника Прохомовская, я театральный критик и продюсер. Итак, лекцию я буду строить следующим образом. Сначала мы чуть-чуть коротко обсудим, что такое социальный театр, дадим ему какое-то определение. Потом я вам расскажу о тех ключевых фигурах, которые делали социальный театр на протяжении, сейчас уже почти 100 лет. И в самом конце мы подведем какие-то итоги и сформулируем то, что отличает социальный театр от любого другого театра. Есть взгляд, что социальный театр — это театр, который ведет к изменениям. В английском языке, собственно, так и называется. Нет термина social theater, есть термин theater for social changes, то есть театр, ведущий к социальным изменениям, к изменениям в обществе. Мне это определение гораздо ближе, мне оно нравится, но я для себя не до конца его принимаю, потому что, с моей точки зрения, социальный театр — это тот театр, который ведет меня к изменениям в обществе, а к изменениям внутри каждого конкретного человека. Ключевой фигурой в истории социального театра стал Якоб Морена. Морена был этническим евреем, он родился в конце XIX века в тогдашней Чехии, очень быстро его семья переехала в Вену. Он был обычным венским врачом. Врачом довольно специальным, потому что он много занимался обездоленными, и в частности он лечил проституток. В одной из историй, как бы рождение психодрамы, в одном из апокрифов, рассказывается, что во время сходок, которые организовывали Морена и те самые проститутки, которых он лечил, в одном из венских кафе, они начали потихоньку разыгрывать некие истории. Истории из жизни девушек с улицы, которые рассказывали о своей тяжелой жизни. Это был первый опыт психодрамы, какой мы ее знаем теперь, в истории. Как вы знаете, в Европе все после Первой мировой войны складывалось не очень хорошо. В какой-то момент Морена был вынужден бежать в Америку. В Америке он много занимался социальными экспериментами, меньшей психодрамой. Он, например, изобрел такую прекрасную вещь, как социометрия. Что такое социометрия? Вы знаете, групповая динамика. То есть когда ученый со стороны погружается в группу, либо в качестве стороннего наблюдателя, либо в качестве засланного косачка, такие возможные варианты, и исследует эту группу изнутри, либо разрушая ее, либо отслеживая те процессы, которые происходят. Морена и тут был нестандартен, потому что делал он это в знаменитой тюрьме Синг-Синг, про которую вы все знаете, наверное, что рядом с Нью-Йорком на острове есть тюрьма, страшное место, в ней работал Морена несколько лет. Вообще в Америке он всячески преуспел. Его театр находился в Карнеги-Холле. Так, минуточку. И там он и пропагандировал, собственно, психодраму, которая стала таким инструментом, скорее, психотерапии. Про Морена мы, наверное, на этом закончим. Если у вас будут вопросы, я думаю, что мы оставим их на потом. И перейдем к человеку, который считается наследником Морена совсем-совсем по прямой и его главным учеником и последователем. Этого человека прекрасного, замечательного, именно о нем я писала свою статью для журнала «Театр». Зовут Аугуста Бааль. Вот он перед вами на этом снимке. Он, как ни странно, вы, наверное, удивитесь, этнический бразилец. Его папа был фактически аристократом. Сам он учился в Америке, в Нью-Йорке. Учился актерскому мастерству. И в какой-то момент еще к этому присоединил драматургию, потому что в юности он писал пьесы. В Америке на него сильнейшее впечатление произвел так называемый Black Fiat. Черный театр — это театр, в котором играли только негры и на представление, в котором уходили только негры. Это была Америка 1953-1955 годов, еще совершенно нетолерантная, довольно российская, с выступлениями против чернокожих. И этот театр боролся за права чернокожего населения в Нью-Йорке. Вот на Бааль, представление этого театра, он в них даже участвовал, писал для них какие-то тексты, произвел страшное впечатление. Когда он вернулся в Бразилию, он решил, что он хочет тоже открыть социальный театр. Но открывать ему ничего не пришлось, потому что его позвал его друг-режиссер возглавить театр «Арена». На тот момент это был крупнейший независимый театр Сан-Паула. Чтобы мы понимали, Сан-Паула — это город, сравнимый с нынешней Москвой, огромный мегаполис, с которым очень плохо с культурой. И вот в центре этого криминального мира этот сумасшедший человек строит новый театр, в котором он помимо современных бразильских пьес, которые часто пишет сам или заказывает своим друзьям, помимо Шекспира, с которым всю жизнь ведет полемику, которого недолюбливает, ставит мюзиклы. В этих мюзиклах существовал человек, который рассказывал зрителям, что происходит на сцене. Представляете, да? Странно. То есть выходит кто-то, берет микрофон или не берет микрофон, и говорит, эй, вы, чуваки. И вот таким языком, приближенным к максимально простому народному отбыденному, этот человек, которого со временем назвали Джокер, рассказывает содержание того, что люди видят на сцене. Таким образом происходит такое отстранение, почти как у Брехта, потому что зрители не просто видят историю, они видят ее в определенной трактовке, под определенным углом. Байля это совершенно не смущает, он вообще любил навязывать свои взгляды. Он вел Джокера. Кроме того, форм театр родился из арены еще по той простой причине, что в арене не существовало зала, в арене существовал амфитеатр. Если вы себе представляете цирк или римский амфитеатр, вот таким образом там были построены кресла. Соответственно, кто угодно мог в какой-то момент, это уже в 60-е годы было принято, до этого все-таки все было менее радикально, выходить на сцену, прерывать действия, выкрикивать. То есть не то, что там жевать попкорн, это не возбранялось абсолютно, но просто как-то взаимодействовать с тем, что люди видели. Но Баалю этого показалось мало, и он со своими пьесами, со своими актерами стал ездить по деревням. Крестьяне не знают, что такое театр, они сроду туда не ходили, никогда туда не собирались, им привозят театр. Что делает Бааль? Берет газету местную, ставит ее, ну просто вот ставит то, что там написано, все подряд, филетон, криминальную хронику, передовицу, и делает на основе этого небольшой монтаж и представляет зрителям. Зрители говорят, не, все было не так. Бааль говорит, отлично, покажите нам как. И он стимулирует их к тому, что люди действительно выходят и показывают, как было. Форум театр очень популярен в мире, существует практически во всех странах. В Палестине есть форум театр, в Палестина нет как государства, а форум театр есть. В Афганистане есть форум театр, женщины там играют в хиджабах, но при этом они могут даже не открывать лиц, но они решают свои проблемы взаимоотношений с мужьями, например. Это такая форма социального протеста. Форум театра долго не было только в России. Он появился в конце концов примерно лет 7-8 назад, чтобы не соврать, в Питере. А вот наш следующий герой, в нем вообще не было никакого проповедничества, его интересовал именно внутренний мир, глубокая душа человека. И звали его Джо Фокс. Он американец, как понятно из его имени. Джо Фокс в 1975 году, он тоже был учеником, он считал себя учеником Морена. Он не был его прямым учеником, но, безусловно, много позаимствовал Мореном. В Нью-Йорке изобрел так называемый плейбэк театр. Плейбэк театр — это театр обратного действия. То есть ты рассказываешь историю, а тебе ее возвращают. В этом смысл плейбэк театра. В плейбэк театре нету профессионалов. Актеры плейбэк театра очень редко являются профессиональными актерами. Это, как правило, 4 человека, иногда 5, одетые в черные, чтобы быть максимально незаметными, которые мы тоже могли бы здесь просто сейчас разыграть с вами плейбэк историю, если бы у нас у всех были хотя бы первого уровня сертификаты, потому что плейбэк актеров их тренируют, они учатся специально, платят за это деньги. Все очень просто. Эти 4 человека и один ведущий выходят перед вами на сцену. Здесь это та форма социального театра, где есть сцена, есть зрительный зал. В зрительном зале сидят друзья участников, их враги, наверное, редко приходят, хотя мы в такое тоже можете себе представить, их близкие дальние родственники и родственники всех, кто сидит в зале. Как правило, это знакомые друг с другом так или иначе люди. Не всегда так, но как правило. И вас просят тот человек, который является ведущим, в плейбэке он называется кондактор, если переводится английского, дирижер. И этот ведущий к вам обращается с вопросом, как правило, заявлена какая-то тема. Есть ли у вас какие-то истории на эту тему? Если у вас есть история, вы ее рассказываете. Это коллективная групповая психотерапия в театральной форме. Плейбэк-представления чрезвычайно веселы, если это хороший плейбэк-театр. Я видела много неудачных. Возвращаясь к формам. Есть формы разные, но представляете, вот вы рассказывали, у меня был такой опыт, я рассказываю историю, а мне отыгрывают несколько, четыре актера, по-моему, как раз были четверо все задействованы. Монологи, так называемая форма. Мои внутренние голоса, но они просто распределяются по ролям. Я, мой, не знаю, друг, моя собака и трава, на которой гуляла эта собака. И все они имеют право голоса. Вот, собственно, это то, что делает плейбэк-театр. Ну, а теперь мы пойдем на территорию собственного театра и будем говорить про театр-театр. Мы будем сейчас говорить про театр в школе и тюрьме. Первой нашей героиней будет Никола Маккартни. Это прекрасная шотландская женщина, которая выглядит вот так. Но что она делает в России? Она пишет с детьми пьесы. Пьесы, которые, как считает Никола, лечат детей, лечат людей. Что психотерапевтического может быть в написании пьесы? Да, собственно, то же самое, что мы только что обсуждали про театр. Там играют, здесь пишут, выражают себя. Программа Николы строится следующим образом. Она приезжает, это действительно часто происходит в тюрьме. Она работает с несовершеннолетними. То есть она в основном ездит в колонии для несовершеннолетних, либо в детские дома. Ну, собственно, и, мне кажется, в ЗИЛе проводили какой-то класс-акт. То есть это может быть и для нас, для обычных людей. Собирается компания, все пишут пьесы на заданную тему. В основном про себя и себя. И смысл в том, что все пьесы этой компании инсценируются. Пьесы пишутся день или два, то есть очень коротко. Пьесы инсценируются, устраиваются один общий вечер. В Шотландии это происходит на сцене Национального королевского театра. В российских условиях, особенно если это тюрьма, это происходит в лучшем случае в актовом зале. Я не знаю, в ЗИЛе где было в итоге. Ну, может быть, в лектории типа этого. Ну, то есть мы в одной весовой категории с Николой Маккартни, что приятно, безусловно. Она совершенно чудесная женщина, сама по себе очень открытая и стимулирующая на размышления и работу. И очень важен тезис, который Никола всегда говорит и использует. Ничего личного. То есть она считает, что у нее, как у ведущей, не должно быть никаких личных отношений, не должно быть никаких предпочтений. Она может оценивать, как взрослый человек, качество пьесы юного, неокрепшего ума. Но при этом это не значит, что она будет высказывать каким-то образом. Это свою точку зрения. И поэтому постановки получаются спорными, разными. Потом их, как правило, обсуждают. Я могу вам показать то, как используется идея Николы, хотя не она сама делала этот проект. Очень коротко, в Большом драматическом театре мы так постепенно переходим к нашему следующему герою, который занимается тоже социальным театром и инклюзивным театром Борису Павловичу. Борис Павлович режиссер драматический, профессиональный, заканчивал, так же, как и я, Петербургскую театральную академию. Был главным режиссером Кировского тюза, который называется «Театр на Спасской». Но несколько лет назад возглавил социально-просветительский отдел Большого драматического театра. И в этом самом социально-просветительском отделе сделал несколько проектов на территории социального театра. Один из них был связан с театральной педагогикой. Второй проект социально-просветительского этого отдела, БДТ, был связан с тем, что Андрей Могучий, главный режиссер театра, ставил спектакль «Что делать?» по Чернышевскому. Лаборатория называлась «Новые люди». И задача лаборатории была посмотреть, что происходит с подростками, современными, питерскими, как они смотрят в будущее, насколько они идеалисты или, наоборот, прагматики, ну, вообще понять что-то про них. И эта работа проводилась отчасти по методу Никола Маккартня, которая называется класс-акт, я не сказала, классная драма, отчасти по каким-то немецким рецептам и технологиям. Давайте я покажу вам крошечный кусочек просто зарисовки из одного из спектаклей проекта «Новые люди». Вы понимаете, да, что они поставлены на ситуацию актера? Каждый из них просто выходит со своим рюкзаком на сцену, импровизированную, за стол, и показывает все, что у него есть. Естественно, когда ты рассказываешь о том, что у тебя в рюкзаке, ты можешь сколько угодно говорить, что я остаюсь собой, это я, это не кто-то другой. Ну, конечно, ты играешь роль. Это не единственная история, которую делали в рамках новых людей, там было много-много проектов, они ставили спектакль, такой большой полноценный спектакль. И в социальном работе Большого драматического театра самая громкая такая фактически, но я надеюсь, что это все-таки не финальная точка, но на данный момент такая последняя большая работа, которая была предпринята, это инклюзивный спектакль. И инклюзия — это еще одна форма социального театра, о которой можно говорить отдельно много и долго, потому что людей с инвалидностью в России по статистике примерно 20-23% с разными видами коррекции и инвалидности. Вот спектакль, который поставлен был в Большом драматическом театре и называется «Язык птиц», который номинируется в этом году на премию «Золотая маска» в категории «Эксперимент». Он задействует людей с аутизмом и синдромом, он и подопечных центра, Антон тут рядом, Петербургского, и профессиональных актеров. Самый худший комплимент, в кавычках, который я и режиссер спектакля, Борис Павлович, слышали от наших друзей и знакомых, а мы их слышали много и часто, заключается в том, что нам говорят, «Как здорово, я смотрела спектакль и не мог отличить людей аутистов от неутистов», потому что цель режиссера Павловича не сделать вид, что все одинаковые, а подчеркнуть разницу. И именно на этой разнице построится фишка этого спектакля в том, что все разные, но это не значит, что от того, что мы разные, мы все не можем играть в театре, лететь куда-то, стремиться к мечте или думать о высоком. Сейчас мы перейдем от Павловича, который продолжает заниматься инклюзией, очень много работает с детьми с инвалидностью, с людьми с инвалидностью. Сегодня в Томске он делал эскиз, показ эскиза спектакля совместно с лабораторией Сибура и фестиваля территории с глухими людьми. Это один из немногих людей, который, будучи профессиональным режиссером высокого уровня, известным человеком, занимается тем, что работает с инклюзией, то есть работает не только с профессиональными актерами, но и с актерами с особенностями. Потому что у нас, к сожалению, ситуация складывается таким образом, что очень многие спектакли, которые ставятся с участием людей с особенностями, это, ну, я сейчас очень грубо скажу, но скажу, по крайней мере, то, что я думаю. Они часто превращаются в цирк уродов, потому что они направлены на то, чтобы люди в зале отделили аутиста от неаутиста и посочувствовали аутисту. И сказали, ну, ты аутист, ну, если ты вообще рот открыл, ты уже крут. Вот в спектаклях уровней «Зака птиц», которых не так, наверное, много, поэтому он номинируется на «Золотую маску», этого не происходит, потому что это предмет искусства, а не предмет социальной работы. Это очень важно разграничивать. И, конечно, социальный театр в идеале должен быть театром, а не клубом, в котором люди выражают себя. Вот эта история как бы неправильная, ну, с моей точки зрения, и с точки зрения некоторых деятелей социального театра. Есть деятели социального театра, очень уважаемые и известные, которые придерживаются совсем другой точки зрения. Они считают, что любой театр, даже самого низкого качества, они отдают себе в этом отчет. Это терапия, это круто, и хорошо, что люди вышли на сцену, давайте похлопаем им просто за то, что они в коляске до нее докатились. Если вы видите спектакль, в котором слепоглухие ничего не делают, но просто стоят на сцене, есть такой спектакль, и вам хочется похлопать им за тот факт, что они вышли сюда, задумайтесь на секунду, что бы они могли сделать еще, ну, и просто взвесьте, да, громкость своих лобков. Получился даже социальный пафос. Но сейчас мы перейдем к театру совсем другому. Есть такой питерский режиссер, Михаил Патласов, и у Миши в прошлом году посредством краудфандинга появился спектакль, краудфандинг, да, это когда все собирают средства вместе, всем миром, скидывается на спектакль, появился спектакль «Неприкасаемые», пожалуйста, не путайте со спектаклем «Прикасаемые». Понятно, что одним из направлений социального театра, конечно же, является такая большая область, как документальный театр. В Москве есть специальный театр, который посвящен документу, документальному театру, это театр «Док». Когда драматурги Елена Гремина и ее муж Михаил Уваров придумывали театр «Док», они придумали сразу и слоган для этого театра. И слоган этот, как все, наверное, знают, гласит, что это театр, в котором не играют. Конечно, это лукавство, потому что это, безусловно, театр, в котором играют. Театр без игры невозможен. Театр перестает быть театром и становится чем-то другим. Что отличает документальный театр от любого другого театра? Это театр, во-первых, основанный на документе, то есть, условно говоря, как в кино сейчас очень принято, есть недокументальное художественное кино, которое основано на реальных событиях. Театр «Док» — это часто театр, основанный на реальных событиях. Но помимо этого у него есть очень важная социальная функция, то есть люди, которые исполняют роли, каким-то образом меняют свое сознание. Зрители в зрительном зале тоже меняют свое сознание. После документальных спектаклей очень часто устраиваются обсуждения. Это одна из ключевых вещей в театре «Док» практически. На премьерах это происходит всегда. Есть очень много событий специальных либо каких-то конференций, которые приурочены к показам конкретных спектаклей. То есть спектакль не существует сам по себе, спектакль существует в контексте. Пожалуй, это самое главное, что нужно сказать про социальность театра «Док». Следующий мой герой, он тоже дипломированный режиссер, но театр его делаем тоже мы с вами. В этом театре нет актеров. Это театр на вынос. Совсем новый проект. Наверное, я не знаю, слышал ли кто-то вообще о нем, потому что вот Настя слышала. Он появился в Питере буквально две недели назад, хотя готовился давно. И я очень надеюсь, что он доедет до Москвы, потому что это театр, который интегрируется в среду. То есть, условно говоря, режиссер Ершов берет темой своего последнего спектакля, уличных музыкантов, и работает с ними. Берет группу уличных музыкантов, которые не знают о том, что он вовлекает их в театральный проект, думают, что они просто делают какая-то движуха у них вместе, классная, совместная. А потом оказывается, что они разыгрывают спектакль для посетителей питерского метро. Спектакль, естественно, существует на donations, то есть, кому понравилось, тот скидывается в шапку. Такая обычная история для плейбэка, например. И в этом спектакле очень много прямой театральной игры. То есть, психотерапии как таковой меньше, а прямой театральной игры очень много, потому что он доказывает, что любую ситуацию можно обратить в театр. У меня нет, к сожалению, записи спектакля, который они разыграли в Питере, по-моему, 2 апреля. Следующий раунд будет через пару недель. Но у меня зато есть запись спектакля «Ремоут Москву», который поставили замечательные, но нежно любимые швейцарско-немецкие театральные деятели. Театральная группа, которая называется «Римени протокол». Чего они только не делали. Они сделали два совершенно сумасшедших проекта, с моей точки зрения, потрясающих. Оба каким-то образом были причастны к России. Первый проект называется «Ремоут Москву», «Ремоут Петербург» или «Ремоут подставьте любой город, куда вы хотите съездить». Скорее всего, там был ремоут. Ремоут — это социальный театр во прямом, в самом таком чистом виде. Это квинтэссенция социального театра, потому что вы приходите в театр, но не садитесь в зрительный зал ни на секунду, а становитесь сами актерами, становитесь действующими лицами, выполняете инструкции голоса в случае с ремоутом. Это голос у вас в наушниках, который вам диктует, что вам делать. Есть выдающиеся и невыдающиеся люди. Я, например, знаю, что великий современный режиссер и композитор Хайнер Геббер в какой-то момент снял эти наушники и сказал, что не будет подчиняться чужим приказам. Еще одним примером такого социального театра является, безусловно, второй проект «Ремени протокол», реализованный в Москве. Это проект, спектакль, который называется «В гостях Европа». Тут все еще гораздо более экстремально. Тут 50 людей, по крайней мере, где-то там на улице, или в метро, или в Петровском монастыре, но не где-то, где к вам близко. В гостях Европа это люди, которые 15 человек приходят к вам домой. И вы приходите действительно в гости. И вас вынуждают буквально играть. Причем экстремальность ситуации заключается в том, что люди настолько, как актеры, не могут сойти со сцены, в зрительный зал сказать, черт, мне надоело, никакой я не отел, я сегодня, наоборот, Дездемона. Так и зрители в спектакле «В гостях Европа» не могут себе позволить маленькое удовольствие прервать это действие и сказать, вы знаете, я устал, я ушел. Театр социальный не претендует на то, что он искусство. Он никогда не говорит, что он искусство в чистом виде, но при этом он, безусловно, не является и жизнью. В нем нет идеи жизнеподобия, он не притворяется жизнью. Он становится социальным актом, частью нашей повседневной реальности. Театр социальный очень часто построен на лабораторных опытах. Например, для режиссера Павловича в языке птиц в том числе, он часто об этом говорит, важнее процесса, а не результат. То есть спектакль необходим как некий продукт, потому что он необходим часто для отчетности, для поездок на фестивали, еще каких-то социальных действий. Но в принципе важнее то, что происходит во время подготовки. Поэтому репетиции социальных спектаклей могут идти очень долго, они имеют часто тренинговую форму, и за ними очень интересно наблюдать. И самое главное, за что я люблю социальный театр, почему я о нем рассказываю, почему я им занимаюсь, это то, что в основе социального спектакля всегда лежит не идея, не абстрактная какая-то мысль, а живой человек. Со всеми его плюсами, минусами. Спасибо за внимание, с вами была Ника Прохомовская. Спасибо. 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 Спасибо.